Всем привет! Рад вас видеть на канале Девайс. В этом видео я расскажу о 7 лучших Wi-Fi адаптерах для компьютера, которые подключаются через USB или PCI-Express разъем. Представленные модели будут из разных ценовых сегментов, поэтому вы сможете подобрать оптимальный вариант под свой бюджет. Ссылки на все товары с лучшими ценами будут в описании под видео. Там же мы оставили промокод для выгодных покупок. Устраивайтесь поудобнее, ведь пора переходить к делу. Это достаточно бюджетный Wi-Fi адаптер, который подключается к компьютеру через USB разъем. В отличие от более простых моделей, выполненных в форм-факторе флешки, он имеет одну поворотную антенну для лучшего сигнала. Еще одно важное преимущество двухдиапазонный режим работы. На частоте 2,4 ГГц лучше охват, но ограничение скорости 200 Мбит в секунду. При подключении к сети с частотой 5 ГГц ограничение скорости более чем в два раза выше – 433 МГц. Как показывает практика, для небольшой квартиры такого адаптера более чем достаточно. Но если компьютер с роутером разделяет 10 метров расстояния и несколько стен, то имеет смысл присмотреться к более дорогим моделям, о которых я расскажу чуть позже. Интересуетесь миром компьютерного железа, комплектующих и периферийных устройств? В таком случае подписывайтесь на канал Девайс. Мы стараемся регулярно выпускать обзоры, сравнения, сборки, новостные выпуски и другие интересные ролики. Wi-Fi адаптер Tenda U10 двухдиапазонный, имеет идентичный дизайн с предыдущей моделью и такие же скоростные характеристики, при этом стоит чуть дороже. Связано это с тем, что он предлагает антенну с более высоким коэффициентом усиления – 6 изотропных дБ против 5. Если у вас двухкомнатная квартира или просторная однушка, то имеет смысл чуть переплатить, чтобы потом наслаждаться быстрым и стабильным интернет-соединением. Насколько для вас важна скорость домашнего интернета и хватает ли стандартных 100-200 Мбит в секунду? Пишите в комментариях, а я с удовольствием прочитаю. Если вам нужен более продвинутый Wi-Fi адаптер с USB подключением, то имеет смысл присмотреться к Tepelin Carcher T4U+. За относительно небольшую стоимость на фоне других моделей он предлагает отличные характеристики. Во-первых, на частоте 5 ГГц его ограничение скорости – 867 Мбит в секунду. В то же время на частоте 2.4 ГГц – 400 Мбит в секунду. Во-вторых, он имеет сразу же две внешних антенны, а также комплектный удлинитель для расположения на столе. При этом стоит учитывать, что интерфейс подключения адаптера USB 3.0. Если подключить его в разъем USB 2.0, то максимальная скорость может быть ограничена. А вы знали, что девайс есть в Телеграме? Там выходят уведомления о новых видео и эксклюзивный контент для подписчиков, обзоры, сравнения и многое другое. Подписывайтесь, ссылка в описании. У Wi-Fi адаптеров с интерфейсом подключения PCI-Express есть три существенных преимущества. Во-первых, они не занимают USB-разъем компьютера, ведь подключаются напрямую к материнской плате. Во-вторых, у продвинутых моделей еще более высокая скорость передачи данных. А в-третьих, иногда они дополнены Bluetooth-модулем для подключения различных устройств, например, беспроводных наушников. Тенда Е12 – Wi-Fi адаптер с интерфейсом подключения PCI-Express начального уровня. Он поддерживает одновременную работу в двухчастотных диапазонах. При этом на частоте 5 ГГц максимальная скорость – 867 Мбит в секунду. Адаптер оснащен двумя съемными антеннами. Этот адаптер ничем не отличается от своих USB-собратьев, кроме способа подключения к компьютеру. Ссылки на этот и другие товары вы найдете в описании под видео. Они ведут на проверенные магазины с лучшими ценами. И не забывайте про промокоды. TP-Link Archer T5e – двухдиапазонный адаптер среднего уровня, который предлагает до 867 Мбит в секунду скорости при работе на частоте 5 ГГц. У него две съемные антенны для лучшего сигнала. Также поддерживается Bluetooth, но устаревшей версии 4.2. Мне очень понравилась эта модель из-за сочетания невысокой цены и хорошего покрытия. Но все же стоит обратить внимание на скоростные ограничения. Адаптер ASUS PCE AX58BT относится к более высокому классу, ведь уже поддерживает стандарт Wi-Fi 6. Максимальная скорость передачи данных – 2402 Мбит в секунду. В комплекте идет платформа с выносной антенной для лучшего охвата. Также поддерживается Bluetooth версии 5.0. Эта модель явно не из бюджетных, но если для вас важна быстрая скорость интернет-соединения, то имеет смысл присмотреться именно к ней. TP-Link Archer TX3000E – один из лучших Wi-Fi адаптеров на рынке за адекватные деньги. Дальше уже идет сильная переплата за малый прирост скорости. Как и в предыдущей модели, он поддерживает стандарты Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Максимальная скорость на частоте 5 ГГц составляет 2402 Мбит в секунду. Две антенны адаптера установлены на магнитном основании с подключенным к нему однометровым радиочастотным кабелем. Эта модель характерна отличным качеством связи, подойдет для больших квартир, офисов и частных домов с большим расстоянием от роутера до компьютера. На этом наша подборка Wi-Fi адаптеров подходит к концу. Повторюсь, ссылки на все товары в проверенных магазинах находятся в описании. Там же вы найдете промокод для выгодных покупок. Если видео было полезным, то ставьте лайк. В комментариях пишите, какой адаптер вы выбрали. Подписывайтесь на канал Девайс и прожимайте колокольчик. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Совсем скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok